Миллиардные бюджетные вливания обещают в ближайшие годы реке Волги. По решению президента России Владимира Путина в национальном проекте «Экология», который стартовал в этом году и рассчитан на 10 лет, ее обводнению посвятили отдельную главу. Самая важная задача, как бы пафосно это ни звучало, спасти Великую Русскую реку. В этом году в ее верховьях корабли садились на мель, и это настоящее бедствие. В Волгоградской области ситуация пока не катастрофичная, но крайне тревожная. Волгоградская пойма кричит о помощи. Из-за весеннего маловодия ее водные артерии остались сухими, что повлекло за собой необратимые процессы в экосистеме парка. Кто виноват в бедах реки Волги? И как спасти пойму? Эти вопросы мы адресовали эксперту капитану первого ранга в запасе, председателю общероссийского движения поддержки флота Михаилу Нинашеву. Михаил Петрович, Волгограде вы уже неделю совмещаете деловую поездку с небольшим отдыхом. Расскажите, где уже побывали, что увидели? Мы с большим удовольствием побывали на Волгограде. Канал нас удивил и как гидротехническое сооружение, и как коллектив с высоким, по нынешним временам, позитивным уровнем работы. Естественно, я не мог не побывать и в Волжском порту, где мы посмотрели, какова интенсивность работы предприятия. Потом тоже для меня было определенным удивлением увидеть, как работает Волжский судостроитель, судоремонтный завод. Когда я увидел рабочих, причем разного возраста, у нас очень многие любят жаловаться, что только пенсионного возраста люди работают, я увидел и молодежь на Волжском судостроительном, судоремонтном заводе. И то, что мне понравилось, это то, что там только что построили новый корабль «Химовоз», строят по линии гособорона заказа корабли для военно-морского флота, для Министерства обороны, ремонтируют. И этот завод, я тоже считаю, завод как такой стимул для остальных предприятий региона. Потом мы были на встрече с губернатором Андреем Ивановичем Бочаровым. В частности, губернатору я предложил от имени Общероссийского движения поддержки флота выступить с инициативой совместной движения поддержки флота и руководства Волгоградской области с тем, чтобы один из кораблей-крейсеров, или надводный корабль, или подводная лодка были названы именем Волгоград, город-герой. Потому что у нас в стране все города-герои, все города-миллионники имеют подшефные корабли, которые несут вахту во всех морях, океанах. Вы сказали о строительстве судов. Это все здорово и хорошо, но где они будут плавать? У нас ведь такие проблемы с Волгой. Как вы считаете, есть ли возможность нам нашу Волгу поддержать, спасти для того, чтобы она не обмелела, и проблем у нас таких серьезных, как сейчас экологических, не было? Проблема с судоходством на Волге сейчас стала общероссийской. Уже в правительстве прошло несколько совещаний, где рассматривалась обстановка с тем, что суда с полным тоннажом, с полной загрузкой, из-за того, что она на ряде участков родная наша Волга обменела, не могут ходить. Предприниматели терпят убытки, судоходство в полном объеме не может осуществляться. И сейчас, я думаю, в этом году будут приняты решения, хотя хотелось бы в этом году, чтобы были не только приняты решения, но и проведена определенная работа. В этом году будут приняты решения, и надеемся, что 2020 год, это год будет восстановленного полного судоходства. Потому что здесь все упирается, к сожалению, именно в управленческие решения. И вопросы, это вопросы все относятся к ведению тех или иных министерств, ведомств в правительстве, которые за это отвечают. К сожалению, вопросы связаны в первую очередь с тем, чтобы выделить необходимое количество средств для дноуглубительных работ. Вот это состояние, которое мы сейчас видим на Волге, это состояние неприемлемое. И я думаю, в течение этого года, в следующих годах будут приняты достаточные меры для того, чтобы Волга была по-прежнему судоходной и, как и века ранее, служила нам. В ходе ваших встреч с руководством Волжского речи порта, что для них сейчас в приоритете, какие проблемы для них наиболее важны сейчас? Да, судовладельцы и те, кто работает на волжских судах, судах, волжских компаниях, в первую очередь, конечно, на это и обращали внимание. Потому что от состояния судоходства зависит вопрос, строить ли им суда, брать ли кредиты, развивать ли производство. Поэтому это не простой вопрос, это вопрос ключевой с точки зрения организации судоходства. И на это они, в первую очередь, обращались. Помимо самой Волги, у нас есть еще уникальный природный уголок, это Волго-Ахтубинская пойма. Ее тоже коснулись серьезнейшие проблемы. Вопрос Волго-Ахтубинской поймы, это, в первую очередь, вопрос отношений энергетиков, отношений работающих наших гидроэлектростанций с окружающими ведомствами, с ведомством Росмурвич флотом, с федеральным агентством по рыболовству, взаимоотношений с регионом. Потому что они или начинают спуск воды не вовремя, что не успеет тот блок речушек, озер, озерков там, даже болота. Да, да, да. Они, кстати, все имеют, все эти, даже небольшие болотца, они все имеют значение. Они не успевают напитаться. Это вопрос, в первую очередь, согласованности между Министерством энергетики, Министерством природных ресурсов, Министерством транспорта и Министерством сельского хозяйства. И все это должно координироваться на уровне правительства. С стороны общероссийского движения поддержки флота, все то, что я здесь увидел, мы будем опять обращаться к соответствующим руководителям, тормошить, выступать на московских различных этажах властей и добиваться того, чтобы волгоградцам и всем жителям волжских регионах хотелось здесь жить. Вросводресурсы никак не согласны с тем, что принимаются водные режимы сброса воды, в том числе с Волжского гидроузла, в угоду энергетикам. Они заявляют о том, что воды попросту нет, потому что мы входим в маловодный, так называемый, период, и в Верховьях Волги воды нет. Мы видели, что у нас происходит в этом году в Казани, и заявляют, что других режимов они установить попросту не могли. Я хотел бы сказать, что даже здесь, в Волгограде, я услышал ряд интересных идей, которые тоже относятся к сфере компетенции правительства нашей страны, к сфере руководителей различных министерств и ведомств, с тем, чтобы проработать проект переброски воды из Северной Двины, где у нас переизбыток на севере России воды, где половодие, для того, чтобы запитать Волгу через те или иные каналы. Поэтому, естественно, Россия – это самая многоводная страна на земном шаре. Вопрос именно управления этой многоводностью, вопрос связанный с тем, чтобы мы могли прогнозировать, предвидеть те или иные события, а не констатировать и не объяснять, почему мы находимся в том или ином состоянии. Сейчас, побывав в Волгограде, я, допустим, сторонник того, чтобы активно продвигать тему восстановления судоходства от Воронежа по Дону. Дон, река Воронеж ранее были судоходны. Только из-за того, что одни вяло делают свою работу на своем направлении, другим это выгодно, что их никто не тормошит. И поэтому мы теряем. У нас же от Воронежа до Ростова-на-Дону ранее был участок реки весь судоходный. Перед нашим интервью вы говорили о том, что было бы здорово, если бы в Волгограде, в Волгоградской области развивался туризм речной в том числе. Вы считаете, что действительно у нас есть точки роста в этом направлении? Мы даже вот когда рассказывали по телефону друзьям в Москве, в других городах, они не верили. Они думали, Волгоград – это нечто другое. А я сказал, это великолепное место для отдыха. Потом, когда мы узнали, увидев, что делается вдоль Волгодона, вдоль вашего канала, когда мы увидели прекрасные поселки, где можно рыбачить, где мы увидели поля засеянные или там поля с выращенными арбузами, вот эта вся красота – это, естественно, потенциал для развития туризма. Сейчас развивается и моден промышленный туризм, когда на предприятии водят детей и туристов. И, как я сказал, у вас один Волгодонской канал, он миллион туристов в год будет принимать, потому что там есть что показать, как шлюзы работают, вот как эти гидротехнические сооружения, как это три насосных станции в год перекидывают миллиарды кубометров воды. Когда вы это все покажете и умело все это информационно обеспечите, естественно, будут меняться. Таких примеров в нашей стране уже достаточно много, поэтому у Волгограда, у Волгоградской области мощнейший туристический потенциал и наше общероссийское движение поддержки флота вместе с другими организациями будет содействовать тому, чтобы этот потенциал реализовывать в интересах волгоградцев и в интересах России.